Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И сегодня у нас очередной совместный вебинар с фондом Здоровая Жизнь. И вы знаете, что эти вебинары у нас посвящены очень важным проблемам, потому что мы, к сожалению, в силу направленности нашего канала, мало можем говорить о профилактике, а нам бы хотелось говорить о профилактике. Поэтому сегодня мы будем рассматривать очень важные возможности, возможности прежде всего для вас, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Вы знаете, почему эта тема для нас, можно сказать, больная. Дело в том, что в нашей стране, к сожалению, очень много инсультов. Инсульты ведут к развитию деменции. Это очень и очень плохо для нашей страны. Поэтому мы любую возможность будем использовать для того, чтобы информировать вас о том, как можно правильно, разумно заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. И сегодня наш вебинар посвящен желудочно-кишечному тракту или просто животу и сердцу, оси кишечника сердца. Как всегда, вы можете писать нам свои вопросы на нашу почту или на почту Фонда Здоровая Жизнь. Пожалуйста, мы будем отвечать. Ну и начну я с того, что когда-то существа, черви, они состояли из отдельных сегментов. И каждый этот сегмент был, в принципе, совершенно одинаковый. И все строилось вокруг большого желудочно-кишечного тракта. Это как бы была основная функция этого самого червя. И в каждом сегменте был свой мозг, очень небольшой. Было свое очень небольшое сердце. Но потом, постепенно, с развитием природы, все сильно специализировалось. И у нас появился отдельный большой орган, который отвечает за перекачивание крови. Это сердце. И это сердце как бы ушло в сторону от кишечника. Но дело в том, что связи между сердцем и кишечником, они, в общем-то, сохранились. Они сохранились и в норме. Но мы будем сегодня больше говорить о патологии, потому что это на самом деле важнее. Чем рассказ о норме. Но о норме мы с вами обязательно поговорим. Я вам обещаю это. Итак, как эта связь работает? Дело в том, что очень много существует в нашей жизни, а мы этого еще коснемся чуть позже, очень много существует различных факторов, которые агрессивно влияют на наш желудочно-кишечный тракт. Вот эти все факторы здесь перечислены. Но я бы даже сказал, не все они могут быть и еще увеличены. Это и жирная пища, и курение, и лекарственные препараты, и различные бактерии, которые и живут в нашем кишечнике, и попадают в наш кишечник, чего только там нет. Дело в том, что желудочно-кишечный тракт не случайно, вот вся жизнь червя, она формировалась вокруг желудочно-кишечного тракта. Наш желудочно-кишечный тракт – это вещь особая. Мы уже говорили об этом. Это не просто орган, это не просто трубка. Это совершенно уникальный прибор, который контактирует, всегда контактирует с внешней средой. И это умный прибор, потому что он должен понимать, что нужно впускать внутрь организма, а что внутрь организма впускать нельзя. И вот всасывание – очень важная функция, и эта функция осуществляется вовсе не так просто, как думают некоторые. Это функция очень умная. Функция защиты нашего организма – не пропускать внутрь то, чего не нужно. Это тоже очень умная функция, и у нас есть три важных линии обороны. Это слой слизи, который сам по себе представляет очень важный орган. Это плотные контакты клеток, мы об этом чуть позже поговорим. Это активное кровоснабжение. Кровоснабжение, которое нужно не только для того, чтобы забрать те вещества, которые усосались, но и кровообращение, которое нужно для того, чтобы восстановить быстро какую-то прореху, которая образовалась, потому что это очень важная барьерная функция. Что же у нас часто происходит? В результате действия вот этих агрессивных факторов происходит изменение проницаемости вот этого барьера. И когда происходит изменение проницаемости барьера, то внутрь попадают разные вещества, которые туда попадать не должны, и попадают и не только патогенные организмы, но и продукты их жизнедеятельности, и тогда возникает воспаление. Вот это воспаление, оно на самом деле не такое выраженное. То есть человек может испытывать какие-то неприятные ощущения, у него могут появляться время от времени боли, и все это иногда укладывается в диагноз. Это если очень выражено, то синдром раздраженного кишечника чаще всего до этого дела не доходит. И вот человек живет с этим хроническим воспалением, которое происходит у него в стенке желудочно-кишечного тракта. А к чему вот это все воспаление ведет? Ведет оно, как ни странно, к тому, что появляются совершенно разные болячки во всем нашем организме. Ну, я расскажу сейчас только об одном из механизмов, который позволяет вызывать вот это воспаление, как оно вызывает различные заболевания в нашем организме. Ну, например, человек переедает жирную пищу, у него изменяются микробиоты, то есть бактерии, которые там живут, у них продукты жизнедеятельности другие, у них меняется соотношение между различными микробиотами. Внутрь вот и меняется, самое важное, меняется проницаемость вот этой стенки желудочно-кишечного тракта. Она становится проницаема для продуктов жизнедеятельности всех тех клеток, которые у нас в просвете кишечника. И некоторые продукты этих клеток, они вызывают воспаление. Ну, например, липосахариды. Вот эти вещества неприятные, которые являются продуктом фактически, это часть бактериальной стенки, так скажем. Можно, в принципе, уподобить вот эту часть стенки бактерий, части стенки вируса SARS-CoV, которая прикрепляется к различным клеткам, и через которые этот вирус или бактерия в данной ситуации осуществляет контакт с нашими клетками. Так вот, эти части разрушенных бактерий, они проникают внутрь, а внутрь они проникать не должны. И, к сожалению, вот для этих частей есть уже рецепторы. То есть, есть точка приложения. Так же, как бактерия сама пользовалась этими липополисахаридами для того, чтобы к чему-нибудь прикрепиться, точно так же вот эта точка прикрепления есть. Эти липополисахариды сами находят эти точки прикрепления и вызывают воспаление. Ну, в данном случае, вы видите, прикрепляются к макрофагу. И самое интересное, что при этом может поражаться сердце, и это способствует развитию атеросклероза. Здесь вы видите поражение печени. На самом деле, поражение практически всех органов и мозга тоже. Мы об этом говорить обязательно будем, но более подробно. Ну, вот эти вот самые липосахариды стимулируют продукцию фактора некроза опухоли и других медиаторов воспаления. Вот это очень и очень вредная вещь, которая, еще раз говорю, это одна из вредных вещей, потому что на самом деле вот таких вредных субстанций при воспалении стенки кишечника у нас в организме оказывается много. И вот эти продукты жизнедеятельности, бактерий, это различные токсины, это различные медиаторы воспаления, они способствуют тому, что стенка сосуда поражается. И когда стенка сосуда поражается, то первое, что происходит, это развивается атеросклероз. То есть, атеросклеротические бляшки гораздо легче прикрепиться там, где есть воспаление. Более того, вокруг этой бляшки тоже развивается воспаление. И эта бляшка живет за счет воспаления. Поэтому воспаление поддерживает атеросклеротический процесс. Атеросклеротический процесс поддерживает воспаление. А что такое атеросклеротический процесс в сосудах? Это повышение артериального давления, это поражение сердца, это называется ишемическая болезнь сердца, когда бляшки образуются в коронарных сердечных артериях. Но и это еще не все. Дело в том, что новое звено патогенеза атеросклероза не прокомментировало это. Это старое звено патогенеза атеросклероза относительно новым стало. Почему? Оно стало новым, потому что сейчас у нас, забегая вперед, появились способы воздействовать на это звено патогенеза. Мы уже знали об этом звене патогенеза атеросклероза довольно давно, но тем не менее. Вот если мы говорили о прямом поражении стенки сосуда за счет продуктов жизнедеятельности бактерий, которые способны вызывать сами воспаление, есть еще и непрямые пути, как, к сожалению, воспаление в стенке кишечника может неблагоприятно влиять на здоровье человека. Это так называемый нервус вагус. Это парасимпатическая система нервная, которая собирает импульсацию от фактически всех внутренних органов. И 90% информации, которая доходит до нашего головного мозга, это нервус вагус, собирает всю эту информацию. И вот информация о том, что развивается воспаление, попадает через этот нерв в мозг. И что же дальше происходит? В норме мозг должен отдать команду, надо лечиться. И тогда вот этот нервус вагус активизирует гипоталамогипофизарную надпочечниковую систему, или еще называют гипоталамогипофизарно-эндокринную систему. То есть мозг отдает команду на то, что надо бороться с этим воспалением. Вся беда в том, что все наши защитные силы организма, они рассчитаны на непродолжительное время. И если у нас воспаление стало хроническим, то, к сожалению, все эти защитные механизмы становятся механизмами уже патологическим. И сами по себе ведут и к развитию артериальной гипертензии, и к развитию остеопороза, к нарушению углеводного обмена, к ожирению и даже к развитию сахарного диабета. Получается, что вот это очень и очень неприятное воспаление в стенке кишечника, нарушение кишечной проводимости, это важный фактор поражения сосудов нашего организма. Вот здесь приведены только некоторые, подчеркиваю, из наблюдений, это научные наблюдения, о том, что повышенный уровень определенных веществ, которые возникают в этой ситуации, провоцируют дисфункцию нашего эндотелия, то есть внутренней оболочки сосудов. О том, что у больных с сердечной недостаточностью определяется повышенная кишечная проницаемость, которая коррелирует с тяжестью заболевания. То есть, иными словами, чем более выражена проницаемость, тем тяжелее сердечная недостаточность, тем больше поражена сердечная мышца. Есть и прямые указания на то, что кишечная проницаемость способствует развитию артериальной гипертензии. Вот здесь приведены некие наблюдения, это исследования. Опять же, я не мог привести все эти исследования, они очень многочисленные, если вы зайдете на сайт PubMed и попытаетесь просто посмотреть, сколько этих исследований, их уже порядка несколько тысяч. Так вот, самое интересное, что вот кишечные микробиоты и вот эти бактериальные метаболиты, которые вызывают это самое воспаление, они связывают нарушение проницаемости вот этого барьера желудочно-кишечного тракта с высоким артериальным давлением. Чем больше проницаемость, тем выше артериальное давление, а высокое артериальное давление – это артериальная гипертензия. И самое интересное, что у нас с вами появился маркер вот этих процессов. Сейчас мы говорим о неких механизмах, ну так скажем, которые изучаются на животных, которые, наверное, трудно было переносить на человека, но, к счастью, сейчас появился маркер. Это белок, который называется занулин. Я сейчас об этом белке немножко расскажу. Так вот, этот самый занулин заметно повышен у больных с артериальной гипертензией и его уровень коррелирует с уровнем систолического, то есть верхнего артериального давления. А вы помните из наших предыдущих выступлений, что именно систолическое артериальное давление и определяет поражение многих органов мишени, сердца и головного мозга. Так вот, что это за белок занулин? Именно этот белок, он определяет проницаемость вот этих самых плотных контактов, если вы помните. Вот эти плотные контакты, они не позволяют чужеродным, лишним, вредным веществам проникать внутрь нашего организма. Вся беда в том, что при высокой концентрации этого белка, вот эти контакты разрываются плотные, и наш с вами кишечник становится дырявым. И вот через этот дырявый кишечник начинает проникать различные неприятные вещества, о которых я говорил, возникает воспаление, возникает поражение сосудов, возникает артериальная гипертензия. Самое интересное, что теперь есть у нас очень хороший тест, и его делают в самой разной лаборатории, тест на содержание этого занулина. И если он повышен, то это свидетельствует о том, что у вас, к сожалению, проницаемость кишечника нарушена, и вы в опасности, потому что у вас развиваются все патологические процессы, о которых я вам сейчас рассказывал. Теперь, конечно же, как со всем этим бороться? Ну, как бороться с повышенной проницаемостью желудочно-кишечного тракта? Ну, во-первых, можно попытаться устранить все вот эти вредности, которые и вызывают вот это состояние продырявленного кишечного тракта. Ну, например, курение, жирная пища. Вся беда, к сожалению, в том, что вот эти все факторы агрессии, которые влияют на состояние стенки желудочно-кишечного тракта, от них, к сожалению, очень и очень тяжело избавиться. Я всегда приветствую людей, которые бросили курить, но, к сожалению, среди моих друзей есть очень много людей, которые пытаются бросить курить, но не могут. Ну, вот здесь очень интересное высказывание Марка Твена. Нет ничего проще, чем бросить курить. Я сам это делал несколько раз. Не знаю, сколько делал это Марк Твен. Кто-то говорит 30 раз, кто-то говорит 100 раз он бросал курить, но у него в результате ничего не вышло. Почему не вышло? Потому что курение – это зависимость. Это такая же зависимость, как зависимость от алкоголя. Это такая же зависимость, как зависимость от наркотиков. А зависимость, к сожалению, очень плохо лечится. Возьмем жирную пищу. Приблизительно 25% населения страны страдает от ожирения. Еще приблизительно где-то 50% населения нашей страны страдает от избыточной массы тела. То есть, у нас на самом деле очень и очень плохая с этим ситуация. И, конечно же, когда человек обращается за помощью, у него ожирение, то начинаются игры в диету. То есть, врач советует – введите дневник, считайте калории. Объясняет, что это очень важно, и что он слышит от больного человека. Он слышит простые вещи, что он ничего не ест на самом деле, что он ест меньше, чем другие, что диета очень дорого стоит. Потому что, если покупать только диетические продукты, то можно разориться, что нельзя похудеть без фруктов, но они дорого стоят. Нельзя питаться одной морковкой, и диета – это очень и очень сложно. А почему пациенты не выполняют, казалось бы, вот таких простых правил? Ну, смотрите, что с ними происходит. Больные, которые страдают ожирением, я, к сожалению, это по себе знаю. Повышенный аппетит, сильное желание поесть, и вот трудно преодолимая тяга к пище, когда вот что-то делаешь, нервничаешь, что-то не получается, есть очень и очень хочется. У тебя сниженная возможность контролировать прием пищи, то есть по объему. Более того, ты безуспешно пытаешься постоянно бросить, уменьшить количество пищи, и постоянно срываешься, потому что есть хочется больше и больше. Более того, интересная вещь, возникают новые жалобы. Как только ты садишься на диету, то чувствуешь себя хуже, гораздо хуже, чем та ситуация, когда ты ел все подряд. У тебя появляются какие-то боли, у тебя появляются какие-то неприятные ощущения, тебя что-то начинает беспокоить, у тебя появляется психологический дискомфорт. Что еще? Еще очень плохо в ожирении то, что люди едят по многу. Мало того, что они не контролируют прием пищи, количество пищи, но для достижения насыщения вот этого чувства довольства, нужно пищи все больше и больше. А на самом деле человеку нужно не так много. На завтрак, видите, столько, на полдень, столько, на обед, опять же 100к, ужин, вот. И больше ничего, да и тот нужно отдать врагу. Ну и, наконец, поглощенность едой. И вот панды, они, например, постоянно либо едят, либо спят, и такое ощущение, что больные ожирением, они хотят быть пандой. Но на самом деле это действительно так. Переедают, едой поглощены. И самое интересное, что не обращают внимания на ужасные последствия ожирения, потому что это плохо для сердца, это плохо для головного мозга, это плохо для внешнего вида. Что я вам сейчас показал? Вот сейчас я вам показал, как ни странно, чуть переработанные критерии синдрома зависимости. То есть, наркомании, критерии наркомании, как они сформулированы в МКБ-10? Значит, есть зависимость от пищи. И вот эта пищевая зависимость, она нам просто не позволяет бросить это переедание. И стало быть, курение, стало быть, переедание нам очень и очень трудно преодолеть. Следующий фактор – рекарственные препараты. Казалось бы, ну что тут, мы говорили уже об этом. В предыдущем своем вебинаре мы говорили о том, что есть целый ряд лекарственных препаратов, которые мы сами выбираем, мы их сами перебираем, и мы сами повреждаем стенку своего желудочно-кишечного тракта. Но, к сожалению, бывают такие ситуации, когда приема препаратов, которые повреждают стенку желудочно-кишечного тракта, избежать этого нельзя. Это так называемая антитромботическая терапия. Мы говорили уже об этом, что если нарушается ритм сердца, там могут образовываться тромбы. Эти тромбы обязательно будут стрелять в головной мозг, будут развиваться инсульты, и у человека разовьется деменция. Чтобы этого не было, чтобы не наступила инвалидность, кровь надо обязательно разжижать. Для этого служит антитромботическая терапия. Беда в том, что любая антитромботическая терапия, даже, казалось бы, такая простая антитромботическая терапия, как низкие дозы аспирина, антиагреганты, все равно вызывают поражение стенки желудочно-кишечного тракта. Мы об этом рассказывали, сейчас мы повторяться не будем. Но это есть, это возникает практически у 50%. Это проводилось очень интересное исследование на добровольцах, и у них было это поражение. Чаще всего, что в чем опасность этого поражения, все это протекает субклинически. То есть, пациент сам ничего вроде бы не чувствует, все у него нормально, а поражение есть. Это поражение есть и при приеме новых антикоагулянтов оральных. К сожалению, эти новые оральные антикоагулянты куда как хороши. Они спасли много жизней, и будут еще спасать много жизней. Но беда вся в том, что риск развития кровотечения из-за поражения стенки желудочно-кишечного тракта все равно есть и будет. Здесь очень интересный метаанализ. Вы видите, что почти в полтора раза выше риск развития кровотечения из желудочно-кишечного тракта. Но ведь чтобы до кровотечения дело дошло, это поражение, оно достаточно быть должно серьезным. И вот на этой стадии тоже развивается это хроническое воспаление, о котором мы говорили. Стандартные способы избавиться от этих неприятных последствий приема антикоагулянтов и антиагрегантов. Это ингибиторы протоновой помпы. К сожалению, эти препараты, да и любые препараты вообще, они обладают собственными побочными эффектами. И самое интересное, что эти побочные эффекты вовсе не так хороши. Вы видите, здесь выделен инфаркт миокарда. То есть, мы с вами пытаемся спасти сердце, мы с вами пытаемся спасти головной мозг, мы с вами пытаемся спасти стенку желудочно-кишечного тракта, добавляем новые препараты и таким образом увеличиваем риск поражения органов. Это не очень хорошо. И самое интересное, что ингибиторы протоновой помпы, они устраняют только один фактор агрессии, они снижают секрецию соляной кислоты. Но сами по себе они способствуют вот этому хроническому воспалению гораздо ниже в стенке кишечника. Поражают стенку тонкой кишки, и в результате получается, что мы с вами избежали одной опасности, но пришли к опасности другой. То есть, к сожалению, опять же, даже попытки каким-то образом сгладить последствия очень важных для нас препаратов, антикоагулянтов, они, к сожалению, приводят к неблагоприятным результатам в целом ряде случаев. Другая проблема, которая связана с дисбиозом, то есть, изменением микрофлоры, или, как сейчас говорят, микробиота, это микроорганизмы. У нас с вами до 3 килограммов микроорганизмов, это очень и очень много, представьте себе. Они совершенно разные, и вот именно из-за того, что там они нарушаются, между ними нарушается соотношение, это может способствовать ухудшению проницаемости, точнее сказать, повышенной проницаемости стенки желудочно-кишечного тракта с развитием воспаления. Об этом на самом деле знали очень и очень давно, об этом факторе. Может быть, даже два столетия уже об этом знают, и пытаются это как-то регулировать, в том числе и диеты, но сами понимаете, что это невозможно, ну и какой-то мудрый человек сказал, а давайте мы всё убьём. Ну что тут делать? Давайте мы полечим человека антибиотиками, видите, Жириновский, что тут рассуждать? Расстрелять однозначно. Убьём всю эту микрофлору, и может быть, лучше будет этому самому нашему кишечнику, а раз будет лучше кишечнику, то лучше будет и сердцу. К сожалению, такие опыты, я бы их назвал безумными опытами совершенно, студенческими опытами. Давайте отрежем кролику уши, посмотрим, как он будет бегать. Вот результаты этих опытов можно было предсказать абсолютно заранее. Ничего не вышло. То есть, пытались снизить интенсивность атеросклеротического процесса, то есть, уменьшить скорость появления и развития этих самых атеросклеротических бляшек, к счастью, всё-таки это, слава богу, делали на животных, не на людях, ничего у них не вышло. Почему ничего не вышло? Это очень и очень понятно, потому что антибиотики, они просто убивают кишечную микрофлору. Она, к сожалению, становится ещё более, выживает сильнейшее, и вызывает, как ни странно, вредные. И вот эти вредные сами по себе вызывают воспаление. И пошло, и поехало. Тогда, сейчас пошли в ход, ну, потом пошли в ход, так называемые пробиотики. Значит, это продукты, богатые пробиотиками. То есть, это вещества, которые нужны для микроорганизма, извините, которые нужны для полезной микроорганизмы, которые якобы были призваны восстанавливать микрофлору нашего с вами кишечника. Так вот, самое интересное, что люди, которые предлагают вот эти пробиотики в таблетках, они не понимают одной простой вещи. Ведь эти пробиотики содержатся и в продуктах. Вот смотрите, продукты, которые богаты пробиотиками. Казалось бы, всё очень и очень просто, даже не нужны препараты. Вы ешьте определённые продукты, и у вас всё будет хорошо. Ничего, опять же, не получается. С одной стороны, не получается по психологическим причинам, потому что человек, который посажен на диету, он, к сожалению, человек напряжённый, и диету долго не держит. Есть и другая особенность, о которой я сейчас расскажу чуть позже. Ну и, а нельзя ли тогда принимать просто какие-то вещества, которые будут способствовать тому, что полезные бактерии будут развиваться в организме. Ну и в ход пошли пищевые добавки, БАДы, которые, как вы знаете, лекарствами не являются, и вообще-то говорить об этой эффективности нельзя. Задумались уже о том, а не проводить ли пересадку кала. То есть, пересадку кала, брать кал у людей, которые здоровые, у которых нет дырявого кишечника, и переносить микрофлору тем людям, у которых, к сожалению, стенка желудочно-кишечного тракта поражена. Понятно, что такое могло в голову прийти только людям, которые занимаются гастроэнтерологией. А гастроэнтерологи, они привыкли рассматривать кал в качестве важного диагностического инструмента. Это как бы профессион де фуа, профессиональная креда гастроэнтерологов. И вот, соответственно, предложили лечить приемом фекалий в капсулах. То есть, берут кал в капсулу, и ты принимаешь эту самую капсулу, и вроде бы у тебя восстанавливается нормальное соотношение между микробами в нашем организме. Так вот, почему это все не срабатывает? Я уже говорил об этом. Это не срабатывает потому, что есть понятие колонизационной резистентности. То есть, вот те микроорганизмы, которые привыкли уже жить, а чаще всего это вот самые вредные микроорганизмы, они, к сожалению, очень хорошо, они настоящие гопники, они очень хорошо привыкли уничтожать то полезное, что мы туда, в этот кишечник, пытаемся привнести. Поэтому, конечно, пересадка кала не способствует, к сожалению, долговременной, по крайней мере, это уж точно не способствует, долговременной защите нашего эффективной желудочно-кишечного тракта. А все-таки есть что-то такое, что может защитить стенку нашего желудочно-кишечного тракта. Независимо от того, вот от всех этих агрессивных факторов, независимо от того, что мы с этими агрессивными факторами нам трудно подчас бороться, мы уже говорили об этом, и есть такие вещи. Такой препарат есть, и как он работает? Значит, он восстанавливает все три линии обороны. Мы об этом препарате уже говорили, о линиях обороны тоже говорили. Это слизистый слой, это плотные контакты между клетками, которые, эпителиальными, которые не позволяют проникнуть внутрь патогенным веществам, и активное кровоснабжение. Этим препаратом является препарат Рибагид. Это уникальный препарат, который повышает активность определенных простагландинов. А вы знаете, что простагландины – это вещества очень полезные. Простагландины Е и Ай-2. И вот такой механизм действия позволяет препарату Рибагид восстанавливать все три слоя обороны. В настоящее время накоплена значительная доказательная база. Вот здесь она приведена, эта доказательная база. И вы видите много исследований. Понятно, что я все привести исследования не мог. Что этот препарат способствует защите стенки желудочно-кишечного тракта при самых разных условиях. Даже у людей, которые принимают препараты, которые являются агрессивными для стенки, факторами агрессии для стенки желудочно-кишечного тракта. Даже люди, принимающие антикоагулянты, вот несмотря на это, стенка желудочно-кишечного тракта надежно защищена. Но самое интересное, что в настоящее время появились перспективы в плане использования, это международное непатентованное название, рибомипида, рибомипида, извините, в профилактике атеросклероза. Рибагид действительно способен, проводились исследования, способен уменьшить атеросклеротические поражения, контролируя липидный обмен и воспаление. Вот это очень важно, потому что мы восстанавливаем нарушенную проницаемость, мы восстанавливаем эти плотные контакты, внутрь ничего лишнего не проникает, воспаления нет. И, соответственно, рибагид является очень перспективным препаратом в плане лечения атеросклероза. И профилактики атеросклероза, вот я вам говорил о том, что как бы новые механизмы, да, новые механизмы, потому что, наверное, кто-то о них не слышал, ученые о них знают уже давно. Но новые это в том плане, что у нас появилась возможность, наконец, воздействия. То есть, возможность диагностики, вы помните об этом, белки, азонолин, и возможности лечения этого состояния. Поэтому рибагид в кардиологии – это максимальная защита желудочно-кишечного тракта на всем протяжении терапии. Ну и в том числе палеотропные эффекты, то есть, возможность множественного воздействия, используемого в профилактике и лечении самых разных заболеваний, которые связаны с воспалением низкой интенсивности. Вы видите, принимается по 100 миллиграмм 3 раза в день, курс 2 месяца, и самое главное, курсы рекомендуется повторять, и перерывы между курсами и количеством курсов неэлементированы. То есть, эти курсы можно повторять много и много раз. Почему? Потому что этот препарат очень хорошо переносится. Таким образом, у нас с вами, как ни странно, препарат, который помогает восстановить нормальную проницаемость стенки желудочного тракта, который обеспечивает защиту всех трех слоев и слизистой, и плотных контактов эпителиальных клеток, и восстановлению кровоснабжения в стенке кишечника, оказывается, может помочь в лечении сердца и может помочь в лечении сосудов. То есть, действуем мы на желудочно-кишечный тракт, но оздоравливаем сердце. Спасибо вам за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok